Каждый день за помощью в Управление социального обеспечения района Басарабяска обращаются десятки жителей. Только за полгода материальную помощь в сумме 421 тысячи леев получили 796 человек. Это чернобыльцы. Они в этом году получили 7 по 1000 леев каждый. 27 у нас участников ликвидации аварий Чернобыльской АЭС. Ветераны воины получили по 5000 в этом году и приравненные по 4000. Это еще часть участников войны в Афганистане, преднестровцев. Плюс к тому 204 детей получили к 1 июня. Это дни защиты детей по 350 лей каждый. Ну и остальная сумма уже была получена на восстановление своего здоровья. Те люди, которые предоставляют медицинские документы и на продукты питания. Предусмотрен этот год республиканским фондом по району в этом году 821 тысячи. Еще один вид помощи, которую предоставляет управление соцобеспечения – социальная. В районе Басарабяска ее получают 520 социально уязвимых семей. За первые 6 месяцев выплаты составили чуть более 2 миллионов 300 тысяч леев. Если сравнить прошлый год, вот за прошлый 2014 год, за 12 месяцев мы имели 3 миллиона 100 за год, то в этом году за 6 месяцев только имеем 2 миллиона 338 тысяч. Под миллион больше, чем в прошлом году. Плюс к тому, есть социальная помощь, холодный период. Это ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. По 250 лей ежемесячно. Сумма в этом году 1 миллион 60 тысяч. Как отметил Михаил Мартынов, бывают случаи, когда социальная помощь назначается тем, кто получать ее не должен. Мы стараемся разными способами находить тех, которые не должны получать эту социальную помощь. Мы всегда прислушиваемся, когда нам говорят, что такая-то семья в состоянии работать, а получает. Выезжаем туда, блокируем, даем возможность определиться и так далее. Но закон есть закон. В законе предусмотрено свои доходы, они декларируют. И если они меньше минимально гарантированного уровня, то семья получает социальную помощь. Чтобы выявлять трудоспособных граждан, но не желающих работать, Управление соцобеспечения сотрудничает с Агентством занятости населения.